Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Рухаб, с вами Мила и Адекват, вторая серия сегодняшнего американского вечера-ночи-утра, и это Quancy Crew против Beast Coast. Посмотрим немножко качественные доты, как минимум от одной из команд мы точно ее увидим, да, потому что Quancy Crew у нас идут пока без поражений, 4 выигранных матча подряд, это их пятая игра на этом турнире. Ну, коллектива Beast Coast пока старт несколько хуже, однако жалобоваться тоже не на что, пятая позиция, 2 победы, 3 ничейных результата, 1 поражение по картам 5-5, ну и придется здесь Beast Coast, конечно, выложиться, чтобы хотя бы каточку одну отжать у команды, которая сейчас очень сильно доминирует на этом турнире и в этом регионе в целом. По коэффициентам, друзья, наш партнер VulcanBet.ru предлагает нам полтора на победу Quancy Crew, на Beast Coast 10-29, ничейный результат 2-8-6, если мы говорим конкретно про первую карту до драфтов, это 1-23 на Quancy Crew, на Beast Coast 3-89. Вот такие вот расклады, вот такие результаты, то есть понятно, что Quancy Crew фавориты, посмотрим, как они в очередной раз будут элегантно и красиво переигрывать своих соперников. Ну, скорее всего, мы как раз это и увидим, тем более Quancy Crew, мы уже отмечали с тобой, ведут в регионе с огромным отрывом, по-моему, вчера мы с тобой смотрели статистику, где, сколько там встреч, по-моему, 31 встреча, и у них было за всю вот этот вот просто, то есть это достаточно долгий период времени, одно поражение, одно, представляете, а серия выигрышная у них уже около 22, по-моему, что-то карта, что-то такое. Вчера я считал, да, как раз, кто их там переигрывал, Фозумерс только их переигрывали. Да, Фозумерс. Фозумерс, и у них два раза стрики прерывали. Один раз стриг, по-моему, из 10 матчей Фозумерс прервали, а потом вот сейчас стриг из 20 матчей как раз начался именно с поражения от Фозумерс. Ну, кто в следующий раз нанесет удар Квинти Крю, непонятно. Может быть, даже это будет сегодня Бист Кост, да? Мало вероятно, но вдруг. Вот мы как раз за этим с вами и собрались здесь, чтобы посмотреть, а так ли это или не так. Хм, ну и пики. Давай смотреть Клокверк Фурион Зомби от Квинти Крю против Сайленсера, Распирита и ЦК от Бист Коуст. Интересно, кстати, что Бисты взяли Сайленсера на первый пик, потому что обычно этот герой, ну, он появляется и просто так, в принципе, но чаще всего он появляется против каких-то героев наподобие Снэпфайр, Феникса, то есть против которых он прям-таки очень хорошо работает. И я немножко удивилась, что они себе такого рано взяли. Могли бы взять и попозже. Распирита здесь все понятно, инициатор. ЦК для Киуана. Такой плотный кор. Думаю, что опять же будет через Медас играть, если на линии у него. Хотя, на самом деле, мне кажется, что даже если на линии проблемы будут, Дарксиры себе забрали. Очень здорово, и Квинти Крю с ним играют. Ну вот теперь Дарксир у нас будет от Бистов. Большая комбинация с Распиритом имеется. Хотелось бы что-то еще набрать, конечно, но уже достойно. Получается, у нас Снэпсиры плюс Распирит пока выглядят как саппорт и Дарксир на сложную ЦК на легкую. В теории, если что-то не понравится Бистам, они могут Снэпсиры поставить Мид. Не так часто это встречается. Тем более Крис Лак, он, не знаю, любит ли или не любит, вот это такое уж у него надо спрашивать. Но, по крайней мере, ему часто берут не самых стандартных коров. И ему берут там в Мид больше героев, которые подходят для третьей позиции. Да-да, любят у нас. Но там что только не было от Крис Лака и Титаны, да, и Бристалбеки за этот турнир мы уже понаблюдали. Поэтому вообще не удивимся увидеть ЦК, да, если что, в центре от него, от Саленсера, понятное дело. Короче, у Крис Лака большой полгероев. Ну, прямо скажем, конечно, вот играть он сможет на всем, но вот сыграть прям хорошо, прям великолепно. Не на всем, конечно, да, потому что очевидно, что как работает Нюки у героев он знает, а вот когда, как и применять, что собирать, это уже нужно отрабатывать, конечно, огромным количеством официальных матчей. Такого Крис Лак нам пока продемонстрировать не может. Но не стесняется. Самое главное, конечно, то, что он вообще не стесняется, то есть нужен какой-то герой, как они считают, да, вот по их мнению, герой подходит в центр, чтобы там карточку затащил им, допустим, да. Они возьмут и поставят его в центр, Крис Лак как-нибудь отыграет. Поэтому норм. Как ты считаешь, это Фурион на первую позицию для Явара? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно выяснить, кто такой Панга в этой игре, что он из себя представляет. Ну, я как раз вот предполагаю, что это будет третья позиция, Пангольер. Это будет, как мне кажется, Клокерк четверка, пятерка зомби, тройка Панга, Фурион для Явара и должны добрать себе для Квина какого-то героя. Как вариант, просто здесь вот пока мы можем, наверное, только четко сказать по поводу Ондаинга, что это позиция 5. То есть остальные герои, они настолько по-разному используются. Панга мид, Панга 3, Панга 4 запросто, Фурион четверка, тройка, двойка, единичка запросто, Клокверк четверка, тройка, запросто. Да и пятерка Фурион тоже, в принципе, бывает. Нет, я имею в виду конкретно, что Ондаинга уже пятерка, я от этого исхожу, и оставшиеся герои как-нибудь там уже добиваем, да, какие возможные позиции. И получается, что Панга, Фурион, Клокверк, они как минимум две позиции имеют, как минимум две. Поэтому, наверное, у них будет ласпик, они сейчас посмотрят, как без кост-линии поставят. Клопа, допустим, в центр, все, они по линиям все прекрасно понимают, знают, что Сайленсер-сапорт, ЦК, значит, надо против Сайленсер-ЦК максимально удобный матчап поставить. Допустим, Панга берем против ЦК на линию, это хорошо. С Фурионом или с Клокверком надо подумать. С кем лучше. Ну, вот не знаю, тут можно подбирать. Главное, что Панга пошел на линию против ЦК, на мой взгляд, потому что за счет Свэшбакла и Лакишота против Иллюзии ЦК хорошо будет работать и против самого ЦК. Рики Керри. Так. Мид либо... Это Пангаляр, получается. Это для Явара. Ну, в итоге они, короче, Фуриона решили. Слушай, интересно, я думала, что Явар будет на Фурионе играть, но они Фуриона тройкой сделали, соответственно, для... сложно отправили. Они Фуриона Клокверка оффлейн, да, поставят в итоге против ЦК. Но мне казалось, что Панга там будет хорошая идея. Ну, Панга, в целом, он контрпик ЦК. И, видимо, чтобы Панга наиболее широко раскрыл свои возможности, потенциал своего персонажа, Квин, его поставят именно в мид, потому что в мид он получит и больше доступ к крипам, и главное, к экспе. А значит, у него быстрый левел будет расти. Ну, Рики, Рики просто Рики. Я не могу сказать, что Рики здесь, ну, идеальная игра против ЦК. Никогда Рики против ЦК идеальным героем не был. Против Клопы нормально, против Токсира хуже, против Фор Спирита так себе, против Саленсера хорошо. То есть, ну, не фри игра для Рики, но фри игра, может быть, для Квинси Крю просто потому, что это Квинси Крю. Потому что это Квинси Крю. Ну, вот я с тобой полностью вообще согласна, и по поводу... Я даже немного удивилась, что они именно Рики. Почему я так топилась за то, что Фурион будет на первой позиции, а Пангальер на тройке? Я думаю, ну, вот Пангальер против ЦК идеально заходит, Явар любит играть на Фурионе по заветам младшего брата на первой позиции. И почему бы и не взять себе на последний пик как раз героя для, соответственно, Квина. Вот как раз чатики у нас писали, что, мол, Квинс только на Спиритах играет. Ну, Спирит, я... Как я считаю, что Спириты все, вот, что Шторм, что Эмбер, что особенно Войт Спирит, они очень круто подходят под игровой стиль Квина. Он такой агрессивный, он любит врываться, он любит делать соло фраги, он, в принципе, активно играет по карте. И как раз уж у всех Спиритов есть возможность активно передвигаться. И эскейпы, соответственно. Плюс много урона. А сейчас у него Пангалер, у него тоже, в принципе, такой достаточно мобильный персонаж. Не такой, как Спириты, если с ними сравнивать, но тем не менее. Ну, совсем не Спириты, да. Настолько не Спирит, что даже в имени его героя нету слова Спирит. Настолько он не Спирит. Слушай, а вообще, если так посмотреть, практически же все Спириты в Доте мобильные или имеют какую-то хотя бы... Единственное, наверное, это Vengeful Спирит, но и то у нее даже слаб имеется. Какая-никакая мобильность, возможность быстро сокращать расстояние. Ну, это же, как бы, характерно для, как бы, значения слова Спирит. Дух. Духи, они же такие, да, совершенно вездесущие. Вот и герои в Доте, которые с ником Спирит тоже вездесущие. Так, ну, Явар посмотрит. Мне кажется, просто Явар захотел на Рики покатать. Чем обословлен выбор Рики Мару тут? Понятно, что можно было придумать какого-нибудь там Свена, я же не помню, был он Банни или не был, который точно против ЦК нормальная сойдет и все остальное. Мне кажется, просто Явар сказал, хочу, хочу бахнуть на Рики. Ну, он вчера хотел бахнуть на Рики, и бахнул на Рики, в принципе, неплохо. Мы там с тобой еще смеялись, что, мол, интересный пик. А в самом деле, видимо, они и правда этого Рики тренируют. Просто так он заезжает две карты по три. Ну, там была последняя карта, это против Спиритов они играли, если не ошибаюсь, да. И вот сегодня против Бестов они также используют Рики Мару. Битва начинается. Опа. Фуриончик, стан пошел, Рспирит вкатывается, Сайланс. Сайлансер с руки, с руки. Неловкий момент. За Денайд. Я думала, нельзя, нельзя. А жаль, было бы неплохо. Ну, в итоге, Киеван получает ФБ. Насмотрелся я уже на Киевана, на его Абадона. Сегодня как раз вот сидел на Китае, что-то тоже со зрителями вспоминали. Кто там на Абадоне, он был в пике Абадон, в первой стадии. От одной из команд. Я говорю, ну только-только один человек на свете, имя которого Киеван способен взять Абадона на первую позицию и им тащить. Ну, или во всяком случае, практикует чаще всех. Вот, поэтому посмотрели мы на Абадона много игроков, теперь посмотрим на ЦК. На Абадон немножко надоел. ЦК не надоел, наверное. Эх, а жалко вот, что против Курсы нельзя донать игроков. Как неприятные. Я думаю, сейчас закроет, когда было бы так круто. Хотелось бы, на самом деле, чтобы переработали некоторые механики. Я имею в виду, мне в принципе нравится, когда кто-то кого-то доняет в играх. Там, знаешь, за этим красиво, можно в какие-то красивые моменты. Особенно, когда влетает пять героев на одного игрока, и его там сдалека задоняет. Это вообще очень здорово. К сожалению, не так много способностей, против которых донять можно. Клопа, там, дуб, что у нас еще есть? Беномансор. Фурион и Клокверк. Тебе только дай возможность, ты это всех своих будешь добивать, да? Смотрю, только желание донать. Да, да, да. Как ты говоришь, донать, мило, прям, союзников уничтожать. Не, ну, я где-то поднимаю, кстати, почему ты так додумаешь. Почему? Я бы тоже в некоторых моментах, чтобы своих тиммейтов лучше донайл бегал. Вот, 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 вот. Абсолютно правильно. Я показывала, что Эрспирит очень сильно просел по ХП. Явар уже после этого таких не отпускает. Дарксиры начинают гонять у нас SVG. Ну, и даже по Крепстату, в принципе, Рикки держится, несмотря на то, что он тут дрался очень, такой, долгий промежуток времени прыгнет. Топиет Крипа. Хорошо. Ну, Эрспирит, конечно, сделал полную ерунду, да, потому что Рикки специально очень глубоко выпалил пачку крипов под Тир-2, там фармит. Ну, казалось бы, вторая минута, Тир-2 вышка, вражеский керри фармит. Ну, чего ради ты туда на своем Эрспирите полез? Нет, полез и просто отдал Рикки фраг. Зачем? Почему он это сделал? Не очень понятно. Решил, видимо, усложнить немножечко себе игру. Триков за трейд. Знали, куда Виспер пошел. Триков за трейд дал немножко информации. Ну, ТП, да. ТП не ошибка. Виспер уйдет. Ну, линия нижняя не проваливает, потому что они здесь не доминируют, они ТПшки какие-то тратят, куда-то сваливают, где-то умирают. А все-таки связкой двух милишников по Дайан Шеллами ты, наверное, хочешь получить все-таки выигрышную линию, да. Скорее ты хочешь доминировать, скорее ты хочешь убивать кого-то под счетами своими. Получилось совсем иначе. Квинув Пейн против Пангалера. 15 на 2 идет Квин. Крис Лак 10 на 2. Там, то есть, уже Пангалера по Крепам ситуация чуть лучше. Сейчас Власочку неплохо было бы выпить. Ох, как же здесь Квин, конечно. Вот это, знаешь, чуть-чуть больше агрессии от Квина. Он выживет. А знаешь, почему? Потому что он не купил арбо-веном. Ну ты агрессивный, я варещина реки Мара. Ну купи арбо-веном. Ну просто пойди и покажи, кто тут батя. Ты же вообще не отпустишь никого. Сейчас у нас четвертая минута. Нужно обязательно законтролировать руны. Квапа не хочет встречаться с зомби. И у нас руна. Левая руля. Промах. Они дерутся так отчаянно из-за этого руна. Руна заспавнилась на топе. Квин там пешочком дошел до этой руны. Спокойно себе в бутылку забрал. Че они там дерутся? Да, вообще непонятно. Вот как надо руну собирать. У меня на секундочку просто прям брейнлаг прошел. Потому что Квапа вроде бы руну не забрала. Я смотрю, откуда-то баунти. Там что это? Ладно. Так, ладно. Инвиз у нас есть, да, у Пангалера. Так, ваш бакл неточный. Но мы видим, что Квин. Квин оф Пейн должна сейчас как-то себе боттл забузить. Либо сходить за баунти. Потому что по ХП Крис Лак просел. А у Пангалера все отлично. Еще даже там гус есть. И один заряд в боттле. Плюс за баунти потом сходит. У Ивара все просто шикарно. О таком старте на Рике только можно мечтать. Он купил себе два рейсбэнда. Сейчас будет сразу делать себе ПТ. Левел четвертый. Готов идти в контакт за пятую минуту. Забаунти руну. Ну, видим, Распирь даже не получается. Камешек задоджится. И руна отбирает здесь и свитжи перед носом у соперника. Хороший блинк перед Роллинг Болдером. Шикарно. И Вар чувствует. Видно персонажа, конечно. Бам. И добить. Прыжок? А, чё ж не добил? Он на сегодня ушел за дерево. Потерял вижена. Но в итоге все нормально. Справился Явар. Еще фраг. Еще баунти руна. Два убийства на линии. Принес себе стик. Да. Просто великолепный старт. С таким можно реально за сноуболиться жестко. Не дать ЦК фармить спокойно. Опять БФ будет собирать. Здесь БФ, он на самом деле неплохо и против ЦК, кстати, будет работать. Ну и даже когда, в принципе, БФ вчера был не особо нужен. Но все равно БФ собирал для того, чтобы скорость фарма была высокая. Хотя, вот честно говоря, когда у вас такое преимущество, можно пойти в агрессию. Небольшой риск на самом деле имеется. А ты-то БФ взяла просто? Я не вижу быстрого закупа. Или у меня глюк какой-то на доте в тренде? Нет, 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 все нормально у тебя. Я думаю, что это просто он уже так играл и... А, твое предположение. Просто думал, он уже поставил быстрый закуп, и поэтому... Квин справляется тут против Квин оф Пейн. Хорошо раскастовал Роллинг Тандер. Ну, Квин на скилухе, как обычно. Фаст Джавелин и пошел разносить. Так, у нас небольшая проблема у Явара. Хорошо. Он зря от XP убежал. Вот ему нужно было остаться, не бояться Дарксира, остаться под вышкой, добрать себе левел 6. Если левел 6, он бы этого Дарксира убил сейчас. А так его отзонили от XP, вот убегает 5 уровня, ничего не может за ДСМ сделать. Вот силку приносит ММСС. И закрыть. Хм. Слишком легко. Угу. 6 получил. Ну все, на эту линию можно, в принципе, уже не ИР в Спириту, не Дарксира, не возвращаться, потому что лики их просто будет сейчас соло занять. Сейчас ПТ себе возьмет какой-то. Ну да. Ну проваливаются без коса со стадии лейнинга. Прям вот вообще ничего не получается. Кроме фарма ЦК, мы ничего и не видим. 3-300, он, конечно, стоит, прикольно. Мидас купит, опять будет играть на Киевана. Но тяжело будет играть одного ЦК, когда другие линии отстаивали намного хуже. У Клопы 2-200, у Дарксира 2-200. Это последние позиции среди кор-персонажей. Это так. ЦК, конечно, да, фармит, но... Проблема в том, что только один ЦК может похвастаться таким хорошим фармом. Так что опять все, все, как я предполагала, кстати, ЦК через Мидас. Все просто. Дальше уже у нас стоит Саша, потом выход в БКБ. Интересно, просто Саша решил собрать? Так, отбросил спирит у нас МССа. Идет вперед. Небольшое замедление, еще чуть-чуть. Маны у реки нет. Стики. Все немного. СВД может манго поделиться. Да, вот, кстати, СВД. Поделись. Ну, я бы у пятерки просто требовал, сказал, дай мне манго, я его убивать буду. СВД сам хочет убивать. Он Дикейт разбрасывает. Пришедет сюда Стингер, кстати, интересно. Выходит МСС, МСС, не ожидали, ультимейд Фуриона. Там колоссальный дэмэдж, конечно. Виспер пытается подсюджем уйти. Лелис перехватит, конечно, спорты Стингера добьют и так. А Виспер должен постоять на месте. Фраг для Явара через стрельков за трейд забрал. Виспер дает вакуум, тоже умирает. Минус 3. 7-1. Уинти-3. Хорошо играет ДОТУ-2, конечно. Вот получается у команды. Ну, они, знаешь, я бы сказала так, агрессивно себя ведут. Прям-таки там, где нужно, саппорты находятся. Понимают, что вот с Рикки сейчас можно делать фраги. Он сейчас сделал фраги, будет фармить. Да, уже поставил БФ, быстрый закуп. А, в это время... Ну, даже без ДД, понимаешь? Даже дабл дамедж не использовал. Как это вышло? Понимает, когда урона там хватит, да, вот как лучше пробить. Да, и вот как-то с нулевой уже возникли такие проблемы без кожи. Как их переворачивать? Как переворачивать эту карту, не очень понятно. Ну, ладно, все, видимо, уже плана-то Б не существует. У них только один единственный план. План под названием Ки-1, спаси нас, мы все умрем. Вот, поэтому надо Ки-1у просто фармить с Медасиком. И все. Пока Ки-1 фармит, в целом, то, что происходит на других линиях, уже, наверное, не столько важно. Единственное, что Ки-1, наверное, сильно расстроится, когда увидит там на 20-й минуте Рики с БФом, то есть чем-то еще. Просто свэшбакл, не знаю, минус 90% хп после дикейта, а вообще, слушай, без шансов. Как же больно. И вот Квапа вместе с Арспиритом отправляются убивать Рикимару. Но Рикимару понимает, чем это дело пахнет. Посмотри, как аккуратно перемещается. Мед спрятался и ждет. Дарксир показывается, мол, я тут один, давай выходи, тут крипы. А Явар такой, хм-хм, ребята, с вами, конечно, интересно, но я, в принципе, что-то об этой карте знаю. И уходят на топ. И в итоге, вот ходят они здесь, ждут, ищут, где же находятся Рикимару. А Рикимару уже давно тут нет. Не, ну ладно, они не бесполезно здесь стоят. Все-таки вышка продавливает, Тавара нереально спушит. Это все-таки плюс деньги, поправка к экономике. Это у меня такой плохой выход. Так, ну Рикимару на ЦК вышел. А ЦК очень толстый, очень плотный. В соло Явар с ним не справится пока. На другой части карты перехватывают Стингера. Стингер забирает баунти-руны. Роллинг Тандер, Квин не жалеет, чтобы спокойно сделать фраг на Сайленсере. Сайленсер не имеет возможности сбежать. И Квин добирает превосходство. Кап нейтралов, возможно, была возможность как-то, но нет. Как-то совсем все выходит слишком просто. Еще шестых уровней нет. И МСС решил попробовать улететь. Тамбу поставили, неплохо. Сайленс, стеночка Дарк Сиро. Соник Вейв под этот проказ зашел очень даже неплохо. Ну, а погибает Распирит, просто посмотри на героев. Так, Свэшбакл. Свэшбакл теперь на Квина. Квин дерется с Дарк Сиром до конца. И, несмотря на то, что он под Шаттл Страйком, справляется и с ним. В итоге они потеряли в этой всей встрече... Ой, это будет минус 5, да? Я вор просто в соло ЦК осилил. Я не знаю, как это получилось. Вот как Рикки Мару на топе убивает у нас ЦК в соло. Я этого понять не могу. Еще я не могу понять, почему у ЦК ТП не в кулдауне в той ситуации, в которой он находился. То есть я знала, что он прожимал до этого момента ультимейт. Возможно, у него он был в кулдауне. Но ты же всегда от Рики можешь уйти с помощью телепорта. Это ты не сайленсер, которого Рики может успеть в теории зарезать. Ты ЦК. Ну что, что говорить? Ну, естественно, ЦК ошибся. Конечно, он не мог здесь никак умирать. Более того, против Рики на таком этапе ты понимаешь, что там не дефишилблейд, ничего, не раскачанного ультимейта нет. Не так много ловкости. Все, что нужно сделать, просто поворачиваться к нему лицой и бить. Ты ЦК, у тебя 102 урон, ты его просто перебьешь. Рики в лицо бьет очень слабо. Самая плохая идея, которую можно сделать против Рики, когда ты видишь, что у тебя нет эскейпа, блинков каких-то, это пытаться убегать. Когда ты убегаешь, для Рики только это и нужно. Потому что в спину ты получаешь столько урона, что не выживешь. Естественно, реакция, просто развернуться и драться. Бить лицом. Роял Джейли. Даже Аркин Ринг себе взял Ки-1, чтобы мана всегда была. Ну, Мидас есть, Агракс он себе приобрел. Нетворст после смерти, конечно, упал с первой позиции на вторую. На первый панга теперь. Потом Стоун, за Ки-1, приходит Лелес. Уже и Сайленс готов. Такой быстрый Сайленс. 13-ая минута ПТ Сайленс. Ну, не честно. ПТ Сайленс, вот, просто на фреоне. Честно, так нельзя в доту играть. Ну, камон. Ну, какой ПТ Сайленс на 13-ой? Зер Спиритом теперь. Зомби выпадают все мэй там. Спирит. Не хватает шестого. Там буквально клипочка до шестого. Сайленс. Подзамедлить его немножечко. И добить. И еще один фраг для Фуриона. 17-2. Два фрага всего за стадию лейдинга смогли сделать господа из Бесткост. Ну-ка, кто этот? Кто эти такие убийцы хладнокровные? Это Кей-1. На ЦК один фраг сделал. И один Крис Лаксмида тоже фраг сделал. Остальные пока не отметились результативностью. Давай так. Рустам. Ну что, поиграем в нашу игру? Ты хочешь сыграть со мной в игру? Я хочу сыграть с тобой в игру. А ты хочешь сыграть со мной? Рустам! Ну, 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 ну. Вот зачем ты все как всегда? Ну, вот просто. Ну, мы не скажем. Мы не скажем. Я сделаю. Так. Как ты думаешь, на какой минуте закончится этот матч? Чатик давайте тоже отгадывайте. Ну, я даю возможность тебе все-таки. Первый, да? Первый. Ух. Да, потому что ты потом опять кричать будешь. Что я забрала, да? Ну, я хотел самое сказать. До свидания. Договорились. Спасибо, спасибо. Я оценила. Семнадцатая минута. Ого, нет. Двадцать два. Ладно, девятнадцатая минута. А что значит, ладно, двадцать два? Двадцать один, двадцать один. Так, у нас забирает Сайлансера. Пангалер покатился. Забирает еще и Дарксира. В это время разбирается с Эрспиритом. Ладно, семнадцатая, в принципе, да, семнадцатая. Да я шучу, семнадцатая минута, серьезно. Я вот, ты, значит, двадцать два, я семнадцать. Я слишком верю в Явара, видимо. Ты сколько за эту минуту? Числа три, четыре. Я два раза два числа назвала. Ну, видишь, понимаешь, девушки, они просто такие все непостоянные. Да, вижу, вижу, все видят и слышат. Да ладно, ребята, я не отказываюсь от своих слов. Семнадцать. Но если не пойдет девятнадцать. Нападение на Queen of Pain. МСС, еще раки от Калрики запрыгивает и Queen of Pain погибает. Ну, давай, семнадцатая минута. Явар. У нас с тобой просто идеальное отношение. Я комментирую твои игры уже лет, не знаю, пять. Не подведи. Просто смотри, смысл в том, что команда Бескост напишет ГГ тогда, когда Киеван напишет ГГ. Потому что, как бы, Киеван сейчас играет в доту, когда Киеван поймет, что он больше не хочет играть в эту карту. Ну, потому что он единственный, кто более-менее тащит, что-то пытается сделать. Рики, Рики. В тот момент... А Тучка, а вот мог же среагировать, попробовать так спрятаться. Помогите, помогите, Сайленс. И нет, нет, Явар. Ну, Явар, ну. Ты Явар, ну, что ж ты такое творишь, а? Ну, на самом деле, его тут подловили. Хорошо, еще получилось на баунти развелся, можно так сказать. Видит баунти и тут встречает столько героев. Ну, убили его. Приятный фраг. Притом достается Дарксиру. Сколько золота за него? 474 золота получил ДС за голову. Рики Мару. Опа! А тут еще и Квина подловить. Но идет зомби вперед. Так что был бахил. Теперь пошла Мека. И уже под тамбой драться не очень хочется. Прилетает Фурион. Орчет на Кейуана. И отличные три фрага для команды Квенс и Крю. Панглер вообще останавливается, как будто не намерен. Такой подбил. Просто посмотри, как же больно Даркси... Ох! Слишком больно, слишком больно. Это 16-ая минута. Ребята, хайграунд. Хайграунд. Рановато, но хайграунд. Ну ладно. Фрион, Фрион. У нас есть пуш потенциал. Хайгешечка. Нет. Максимально непредвзятый комментатор, конечно. Чисто только за свою ставку. Причем ставка ни за что. Вы знаете, да? Слушай, Рустам. Я думаю, что нам надо разнообразить контент и делать его более... Знаешь, чтобы вот комментаторы и правда болели. И было кто-то за одну команду, кто-то за другую. Либо за какой-то тайминг надо на какие-то... Прям спорить, понимаешь? Чтобы было прям что терять. Не знаю, подписки зрителям на канал дарить. Что-то в этом духе. Чтобы и зрители радовались, если их комментатор выигрывает. Я серьезно об этом говорю. Особенно в таких матчах. Ну, то есть я понимаю, обычно мы комментируем достаточно серьезно. Но здесь 26-3 счет. И... Ну, будем откровенны. Ты так и заманиваешь, Мила, знаешь? Я вот думал, что... Думаю, на кого эти речи меня смахивают. Это вот те, которые по телефону звонят. С карты деньги перевели. А и заманивай. Романуха туда пошла. И Мил такая. Надо нахиту сыграть. У меня есть игра для тебя. Давай ставки делать, подписки. Там все. Запросы растут каждую минуту. Я думаю, что в конец такую-то хату ставлю. Хату в конце карты. Ох, и так. Видео на совпадение на Распирит. И Распирит принимает единственное правильное решение. Попытается уйти с помощью телепорта. Но, к сожалению, это решение не срабатывает. И теперь нужно убить Кейвана. Вот у меня еще есть 15 секунд. Ты же понимаешь, что когда 17-50, это 18-ая минута? Я знаю. Ну, знаешь. Ну, я всегда, кстати, это отмечаю. Но сейчас я решила на этот момент не обращать внимания. Потому что он мне невыгоден. А, ты думал, что это я не шарю, да? Да. Ладно. У меня есть... Я просто... Ты помнишь, я же сказала 19-е, 17-е, там... Да, да. Там много чисел было, да. Да там было два числа. Два числа было всего. А потом всегда, может... Ну, 19-17-е, две минуты. Плюс 19-е будет 21, да? Там вот это вот все. А это почти 22, там... Ну, как я и сказал, как и ты сказал. Но я хотел сказать первое, да. Ребята, ты за шо? Ну, тем не менее, время приближается к 19-й минуте, Явар. Угу. Так что у нас есть еще шансы. Ну, вообще, 12 тысяч для 19-й минуты — это огромное преимущество. Аегис у нас имеется. Что у нас еще имеется? БФ, Аегис. Я так понимаю, летит Яша для Явара. Да, так и есть Мотестайл. В будущем появится Сайлансер. Транквилы, Дарксир, Грифсы. Сперед сапожочек. Выход потенциально... Фастфорстав, который потенциально не получил. Потому что у нас просто купил себе только колечко для этого Фастфа. Ну, кстати, у него 1200 золота. И вот когда-то все-таки появится. Квин оф Пейн тоже потенциальный выход в ветра. Но до сих пор их нет. И, ну, опять же, вышел Эрспирит. Уже полностью зажаты мисты на карте. Они могут стоять только по линии своей базы. Что они, в принципе, и делают. Ну, последний замес со стенкой Дарксира под прокаст Квин оф Пейн сейчас будет. Фурион еще подпушит бот. Он вообще-то и один стоит. Но я думаю, что с той агрессией, которую мы видим от Квинс и Крю, они продолжат играть примерно в таком же духе. ЦК ультимейт использовал правила. Вот, простенько, его изничтожили. Ну, заперто, да, все. Они понимают прекрасно, что сейчас случится файт к 22-й минуте, который, скорее всего, придется проиграть, согласится с поражением. Никакой 22-й минуты, ребята. Я вар. Мы решили пофармить. 19-я прошла, не вышла, фармим. Теперь давай, не знаю, двортик повышаем. А у нас нападение на Арспирита. Арспирита закрывает в Коге. Сайленсер Глобал поехал. Арспирит уже погибает. БКБ использовал ЦК. Ему нужно попытаться бы от этим БКБ отойти. Нападает на МСС. А прокаст от Квинен Фейн неплохой. Явар грызается в Уиспер. Растяжка от него же, забирают его. Тип-кк у нас погибает только лишь один Клокверк. Ну и, как вы видите, это размен 1 в 3. ГГ. На 21-й минуте. Смотри, 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 трон еще не упал, трон не упал, трон не упал. Давай, 21-01 давай. Нет, 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 тебе не хватило 7 секунд. Я был ближе. Я был ближе. Ну что ж, близко, но недостаточно, потому что трон все-таки упал пораньше. На самом деле, 7 секунд не хватило Рустаму для того, чтобы победить меня и на этой карте. Аналитику по матчу я даже не знаю, как провести в этой ситуации. Наверное, 31-4, 21 минута матча счет, в принципе, говорит сам за себя. Поэтому мы уходим на небольшую музыкальную паузу. И, конечно, в чате я напишу, когда начнется игра. Будем ждать следующего матча и наблюдать за Куэнси Крю против Бескост. Чуть попозже. Продолжение следует...